Либеральный дискурс 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 Поэтому отношение к своему телу, как к постороннему куску мяса, сохранилось у них на протяжении всей жизни. Нам известны психотические случаи, когда пациент делал несколько десятков пластических операций в погоде за этой призрачной красотой. Но в реальности добивался лишь исчезновения, полной аннигиляции своей собственной плоти и замены ее на чужую или синтезированную кожу, или просто на искусственные волосы. Его плоть полностью заменялась протезами. А как можно догадаться, в центре фантазма этого субъекта стоял образ киборга, получеловека, полумашины, лишенного пола и наделенного бессмертием. Именно для этого, для обретения бессмертия, проходил он всю череду этих классических операций, хирургических издевательств. А наслаждение от хоронения, от похорон своей плоти по кусочкам было на него настолько велико, что он не мог от него отказаться. И кому будут сочувствовать? Все эти люди просто котлетные массы закрытого типа, как говорит один из героев Владимира Сорокина. И это наслаждение от умерщвления своей плоти, ампутации, трансплантации и прочих медицинских операций, связанных с увеличением смерти, нельзя не принимать в расчет, когда мы работаем с пациентами, пережившими травму пластической операцией. Во-вторых, принципиально важен воображаемый уровень конфликтов таких пациентов, по каким причинам их не устраивает их внешность, их прежний образ, от каких черт своих предков они хотели бы отказаться. Кроме того, важны символические основания симптома такого пациента, на кого он хочет быть похож, как сам пациент выстраивает историю, загнавшую его под нож хирурга, а как он сам обозначает то событие, которое с ним произошло. И, наконец, немаловажный вопрос, кто говорит человеку до операции или человекозной операции, потому что мы знаем, что очень часто пациенты меняют и имя после пластической операции. Попреки гламурному дискурсу истерички, наоборот, отрицают требования другого и возводят естественность в некий пульт и противопоставляют его безумию цивилизации. Они говорят о гармонии женского естества и часто рассуждают прямо противоположным образом. Почему это я, говорят, они должны подстраиваться под шаблоны и быть такой, как по меня хотят видеть мужчины. Пусть лучше они любят меня такой, какая я есть. Я не должна играть по их правилам, краситься, надевать каплуки, примерять платье и соответствовать тому образу тела, которое мне навязано. Пусть они любят меня такой, какой меня создала природа. А если их что-то не устраивает, пусть они идут ко всем чем-то. Эта истерическая борьба за чистоту естества как-то не замечает того противоречия, что образ тела уже сам по себе является конструктом цивилизации, продуктом языка. Представлять себе свой образ мы можем лишь потому, что включены в систему. Тело изначально представляет собой продукт цивилизации. Животное, например, не имеет собственного образа, поэтому не может оценивать его. Мартышка не может нравиться или не нравиться себе. Надев очки и подойдя к зеркалу, она не может сказать, что сегодня она выглядит лучше, чем выглядела вчера и тому подобное. Желание другого, которое поддерживает наш бессознательный образ тела, изначально снимает дихотомию естественного и искусственного. Тело изначально и искусственного является продуктом культуры. Это воспевание природного и требование «принимай меня такой, какой я есть» представляет собой ничто иное, как часть фантазма о целостном и многомиостатическом образе, который до такой степени лебедянально нагружен, что любая мысль о его расщеплении, вторжении в него, модификации или трансформации вызывает тревогу. Если человек воспринимает свой образ как такой полный стакан воды, который нужно пронести, не обронив ни капли, то любая мысль о утрате этого образа будет для него шокирующей. Мысль о старости, мысль о климаксе будет не менее отвратительна, чем мысль о пластической хирургии. «Уж лучше я проживу всю свою жизнь со своим старым лицом, чем с резиновой маской вместо него», как говорит одна известная героиня. Очевидно, что человек, страшащийся пластических операций, боится утратить свою самость, но при этом не хочет замечать того простого факта, что самость точно так же сконструирована большим другим. Но образ тела, как мы знаем, формируется в стадии зеркала и является результатом некой оптической конвенции, очерчивающей контур и вычленяющей образ из фона, той конвенции, в результате которой и появляется моё собственное «я». В природе ничего подобного мы не встретим, ни о какой природной самости тела говорить не приходится, поскольку человек является тем уникальным существом, которое несёт свой собственный образ. Тот образ, который коренится в желании другого. Желание пронести его через всю жизнь естественным и нетронутым, или постоянно поддерживать молодость, или ни в чём не отставать от достижений науки, медицины, пластической хирургии. И всё это говорит нам об отношении к желанию большого другого, которое субъект поддерживает, оспаривает, противоречит ему или соглашается.